Есть ребята, с которыми мы были. Вот фотографии. Допустим, это вот наши ребята чернобыльцы. Друзья, сослуживцы и просто знакомые. На этих фото все те, с кем Сергей Корсаков устранял аварию на Чернобыльской АЭС. Его в числе десяти человек с военной кафедры политеха отправили строить циркофаг для злополучного реактора. Троих уже нет в живых. Вся память о чернобыльской катастрофе на Алтае хранится здесь, в помещении общества бывших чернобыльцев. Тут и пропуски на закрытые объекты, и дозиметр. Совпадение, но впервые этот прибор Сергей увидел за несколько месяцев до трагедии, в туристической поездке. Когда в Венгрии были, когда переезжали из Венгрии в Югославию, там автобусы же российские были, софт-трансавтом. Когда автобус подошел, эти пограничники с югославской стороны, они с дозирметром выбежали и мерили уровень радиации. Позже эта процедура для Сергея станет ежедневной. В Чернобыле он проработает два с половиной месяца, а как только вернется, станет болеть. И тогда еще совсем молодой парень получит инвалидность. Всего из Алтайского края в зону отчуждения перебросили около двух с половиной тысяч человек. 882 из них умерли. Остальные до сих пор страдают от последствий. Я понимал, какие последствия могут быть физиологически произойти в моем организме. В результате, на сегодняшний день, я на инвалидности, у меня четыре операции на сердце, одна операция на почки. Даже спустя 33 года пострадавшим может потребоваться срочная госпитализация. Ведь взрыв радиации в тот день сопоставим с 500 бомбами, сброшенными на Хиросиму. Отметим ученым, еще долго придется наблюдать за загрязненной территорией. Полный распад последнего радиоактивного элемента до природного материала, по научным данным, произойдет лишь через 25 тысяч лет. Ирина Харитон, Николай Шилко, День с толком. Субтитры создавал DimaTorzok